Азбука ЖКХ Смотрите в программе. Трудности с парковкой. Легко ли пропарковать машину во дворе? Мест не хватает. Однозначно. Комфорт стоит денег. Как можно решить вопросы с парковкой и во сколько это обходится? Это удобно, это не мешает никому. Свободных мест нет. Заранее оплачивают люди все места за месяц. Из ближайших домов ставят нам машины. За семью замками. Почему дворы все чаще запирают на ключ? Поэтому сейчас все строят заборы, шлагбаумы для того, чтобы хоть жильцы дома могли оставить свою машину. Право имею. Законны ли шлагбаумы и блокираторы? Элементы благоустройства, в том числе автопарковки, принимаются общим собранием самих жителей. Автомобиль. Это не только роскошь, но и средство передвижения, которое нужно где-то парковать. Сложно ли найти парковочное место во дворе обычного дома? И бывают ли конфликтные ситуации? Об этом мы решили узнать у автовладельца. Да, во дворах это сложновато. Конечно, проблема. Не то, что, конечно, проблема. Вот скорые не могут заедать, пожарные, не дай бог, что им не встретиться. Как бы мест не хватает, однозначно. Скорее всего, это будет будний вечер, потому что все как бы с работы приезжают, ставят машины и опять же идут домой. А если ты задерживаешься на работе и потом поздно приезжаешь уже во двор к себе или к кому-то, тогда уже сложнее, конечно. Хотелось, чтобы с работы приехал, поставил свободно и пошел домой. И кто его знает, что они теперь это самое? Кто стоит там? Кто там стоит? Три машины. Чьи машины? Они не уступают мне. Ну что, я буду траться? Я не буду траться. Ну и вот это самое, и все. Парковки во дворах. Эта тема не перестает быть одной из самых злободневных для всех автолюбителей. Как правило, места во дворе значительно меньше, чем автомобили у жителей дома. И каждый вечер борьба разворачивается нешуточная. Кто первый встал, того и место. И даже самые миролюбивые автовладельцы готовы участвовать в войнах за парковочные места. Наверное, в каждом дворе есть такой мастер парковки, который умудряется одной своей машиной досаждать жителям целого дома. Зачастую кара за несмышленность или эгоизм водителя постигает ни в чем не повинный автомобиль. Может быть, поэтому многие стараются заранее застолбить себе участок подальше от автохама. Но в любом случае, борьба за место под солнцем знакома каждому владельцу авто. Вопрос, где поставить машину, каждый решает, кто во что гораст. И часто паркуются автовладельцы с нарушением всевозможных правил. И вот он максимально яркий пример кучного расположения автомобилей во дворе. Для того, чтобы покинуть место стоянки и выехать отсюда, нужно дожидаться, пока уедут остальные автомобили. Впрочем, иногда и простым пешеходам приходится защищаться от вездесущих автовладельцев. Жители этого дома устали от стихийной парковки во дворе и решили отвоевать себе хотя бы выход из подъезда. Поэтому здесь появились ограничивающие столбики. Пока не было столбиков, здесь становились машины и нельзя было выехать спокойно с колясками. Особенно зимой, когда коляски большие. И сейчас, после того, как их поставили, въезд с детьми стал намного-намного проще. Никто не блокирует. И вообще, вот пешеходный проход. Мы ходим здесь, когда скользко, снег. Здесь удобно пройти. Мест нет. С такой ситуацией сталкивался, наверное, каждый автовладелец. Даже в собственном дворе вечером можно просто не найти места для автомобиля. И оставлять машину, походится за 3-9 земель. Способов решить ту проблему масса. Но есть ли такой, который подойдет каждому? Мы решили разобраться в этой ситуации. Как решить проблему с парковками раз и навсегда? Все больше автовладельцев выбирают для своих железных коней теплый и удобный паркинг. Стоят ли потраченные деньги полученного комфорта? Мы решили разобраться на месте. 4 года назад Ольга сделала выбор в пользу крытой парковки. Главным доводом за было удобство. Никаких проблем с поиском ночлега для автомобиля. Твое место всегда свободно, а машина защищена от всех причуд погоды и соседей. Это удобно, это не мешает никому. Не мешает нашим соседям наша машина, которая будет стоять там во дворе. Это очень неудобно. А в парковке стоит машина и в любое время года это очень удобно для меня и для других жильцов. Когда приходишь летом, у тебя не очень разогретая машина под солнцем. А когда приходишь зимой, у тебя чистый автомобиль и ты выезжаешь как белый человек. Это недорого обходится, само обслуживание машиноместа. Наверное, это оправдывает те средства, которые затрачены нами для приобретения машиноместа в подземной парковке. Правда, стоит это удовольствие немало. Иногда цена местонакрытой парковки соизмерима по цене самим автомобилем. Так, стоимость аренды машиноместа в зависимости от расположения парковки начинается от 3000 рублей в месяц. А стать официальным владельцем местонакрытой парковки еще дороже. Обойдется комфорт круглый год не дешевле 250 тысяч рублей. А верхняя граница стоимости и вовсе доходит до полутора миллионов. Впрочем, есть варианты дешевле. Многие оставляют свои машины на охраняемой парковке. Здесь цены кусаются меньше. Арендовать место на парковке можно от полутора тысяч рублей в месяц. Плюсы очевидны. Машина все так же защищена от любого злоумышленника и свое место отвоевывать не надо. Вот только найти такую парковку близко к дому можно далеко не всегда. Свободных мест нет. Заранее оплачивают люди все места за месяц. Из ближайших домов ставят нам машины. Там возле домов просто их негде ставить. Вот и все. Поэтому люди сюда ставят. Основная часть – это ближайшие дома. Основная часть людей, которые… Бывают единицы, которые приезжают иногородние там. Вот и место, допустим, кто-то местный уехал, место освободилось. Естественно, мы можем поставить на это место. Одним из вариантов решения проблемы может стать установка шлагбаума. Если ключи есть только у жителей дома, то чужим попасть сюда будет уже сложнее. Шлагбаум проблему решил. Давно. И давно. Если бы не шлагбаум, то вообще… До шлагбаума здесь была стоянка машин, диагностический центр, он весь был здесь у нас. Поэтому шлагбаум, вы видите, там поставлены специальные заграждения, поэтому весь транспорт, который там установился с пациентом, они все были у нас. Поэтому, конечно, шлагбаум по проблему решил. Впрочем, строгий фейсконтроль не является панацей. Иногда хитрые автовладельцы все-таки пробираются в закрытые дворы. А вот выбраться обратно уже не могут. Такие водители могут надолго занять чужое парковочное место. Бывают моменты, когда я приеду, здесь все забито, выезжаю, тогда ставлю возле Пушкинского на улице машину свою. Поэтому сейчас все строят заборы, шлагбаумы для того, чтобы хоть жильцы дома могли поставить свою машину. Что поможет отвоевать свое место со стопроцентной гарантией? Здесь на помощь автовладельцам приходят чудеса инженерной мысли. Вот такое вот чудо техники можно все чаще наблюдать в Ставропольских дворах. Ключ от этого блокиратора находится только у владельца парковочного места. И до тех пор, пока он сам не откроет блокиратор, въехать сюда будет невозможно. Для того, чтобы по вечерам не тратить драгоценное время на поиск ночлега для любимого авто, многие стараются отвоевать себе место с гарантией. Но легальная ли установка таких цепочек и блокираторов? Что нужно сделать для того, чтобы организовать парковочное место прямо у себя во дворе? С этим вопросом мы обратились к главному архитектору города. Элементы благоустройства, в том числе автопарковки, принимаются общим собранием самих жителей. Они могут поставить какие-то ограждающие конструкции и поставить ограничительные устройства. В том числе это могут быть ворота, шлагбаумы и так далее. Самое главное, это то, чтобы принятие таких решений не нанесло какого-то ущерба жителям на территориях, прилегающих к этим домам. Потому что наша застройка, особенно старая застройка, она формировалась в 70-е годы, когда транспортный поток был гораздо ниже. И самое главное, предусматривались сквозные проезды. И поставив какие-то ограждения, тем самым жители могут создать неудобства в пользовании своими участками на соседних территориях. Также необходимо соблюдение технических регламентов. Итак, оставляя машину во дворе, жильцы должны помнить, что есть места, на которых автомобиль не может оказаться ни в коем случае. Машины не должны перекрывать проезд для мусоровозов, машин скорой помощи и МЧС и других аварийных служб. Автомобили нельзя оставлять там, где находятся детские площадки. Выхлопы могут быть опасны для малышей и здоровья, а сами дети могут случайно повредить транспортное средство. Также машины нельзя парковать на газонах и клумбах. Если двор находится в муниципальной собственности, в таком случае необходима разработка проекта корректировки генерального проекта застройки и размещение таких парковок с учетом требований санитарно-защитных зон. Санитарно-защитные зоны в зависимости от мощности парковки могут достигать до 50 метров. Поэтому, конечно, организация таких парковок происходит сведомо администрации. А в том случае, если участок сформирован, я этого не сказал, если участок сформирован, то решение принимается только собственниками без уведомления органов администрации. По действующим в России правилам, парковка для авто должна находиться на определенном расстоянии от окон жилого дома. Конкретные данные зависят от количества машин и мест. В целом, расстояние от дома до стоянки не может быть менее 10 метров. Если на парковке могут разместиться до 50 автомобилей, то она должна располагаться не ближе 15 метров от окон жилого дома. При количестве машин от 51 до 100 этот интервал должен составлять не менее 25 метров. Более 100 автомобилей следует парковать не ближе 35 метров от жилого дома. А для стоянки, которая вмещает в себя свыше 300 транспортных средств, это расстояние не может быть меньше 50 метров. Предъявляются требования и к размерам парковочного места. Ширина должна составлять 2,5, а длина более 3 метров. При этом ширина разметки не включается в размеры парковочного места. В случае стоянки для легковых автомобилей-инвалидов все параметры увеличиваются. Длина такого парковочного места составляет 6,2 метра, а ширина 3,6 метра. Итак, если двор находится в собственности жильцов, оборудовать стоянку можно самостоятельно. Для этого необходимо организовать общее собрание собственников и заручиться согласием 2-3 жильцов на обустройство парковки. Такие же требования предъявляются и к установке шлагбаумов и блокираторов. Это была Азбука ЖКХ. Доступно, а главное. Будем учиться быть собственниками вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...